Теорема Лагранжа о сумме четырех квадратов можно доказывать и без использования квадронионов. Смотрите, ведь квадронионы были нужны для того, чтобы доказать такой факт, что если сумма квадратов – это какое-то число, и другая сумма квадратов – это другое число, то произведение – тоже сумма четырех квадратов. Давайте сделаем так. Итак, разберемся с нечетными числами, докажем, что каждое нечетное натуральное число предстоим в виде суммы четырех квадратов. И дальше воспользуемся нижним равенством. То есть х плюс у в квадрате плюс х минус у в квадрате плюс z плюс t в квадрате плюс z минус t в квадрате. Это двойная сумма квадратов. То есть если мы знаем уже какое-то число, как оно представлено в виде суммы четырех квадратов, то и удвоенная – тоже сумма четырех квадратов. Ну и соответственно – четырех, миллионный и так далее. То есть на самом деле, благодаря вот этой формуле, нужно разобраться только с нечерными числами. Здесь работает вот такая лимма, я потом расскажу доказательства, это несложно, и теорема Менковского о выпуклом теле. Если есть нечетное число, то есть существуют такие целые числа, что 1 плюс r квадрат плюс z квадрат делится на n. Докажу лимму я потом, а сначала расскажу, как применять теорему Менковского о выпуклом теле. Рассматриваем решетку, состоящую из таких точек с целыми координатами, что z сравнимо с rx плюс sy по модуле n, t сравнимо с sx минус ry. Ее основное проявление имеет объем n квадрат. Посмотрите, почему. Давайте пока не буду накладывать нижнее соглашение, а теперь посмотрим только на верхнее. Мы каждую n-ную точку берем, поэтому на самом деле нам нужно основную проявление, вот такой кубик, увеличить в n раз. Ну и, соответственно, накладываем второе соотношение еще в n раз увеличивается. n умножить n квадрат. Теперь рассматриваем шаг радиуса корень из двух n. То есть множество точек, заданные вот таким неразием. Правда, я тут написал меньше, казалось бы, шаг, когда меньше неравном. Ну, если это нормально расставить, то надо было бы так. Надо было бы взять не корень из двух n, а число чуть-чуть меньше, чем корень из двух n. А здесь поставить меньше неравном. Тогда шаг будет настоящий. Но это никак не изменит рассуждение, потому что мы сейчас посчитаем объем. Объем четвертмерного шара радиуса r – это π квадрат пополам умножить на f четвертый. Вообще, есть формула для объема неравного шара при любом n. Но я не буду еще это доказывать, а в конце этого видео вы увидите конкретно для четвертмерного. Посчитаю, в общем, это не относится, это просто факт, а вот трехмерный – это 4 третьих πr кук, двумерный – это πr квадрат. Считаем, объем шара получилось π квадрат пополам умножить на корень из двух n в четвертой степени, 2π квадрата n квадрата, а это больше, чем 16n квадрата. По теории, в этом шаре есть не нулевая, то есть хотя бы одна координата отличная от нуля, точка с целыми координатами. Вот π квадрат больше 8, значит здесь больше. Если мы подставим сравнение z, сравнимо с rx плюс sy, и t, сравнимо с sx минус ry, возведем в квадрат, то 2rx sy и минус 2sx ry уничтожатся, и получится у нас квадрат x плюс квадрат y умножить на 1 плюс r квадрат плюс s квадрат, то есть это делящееся на n число. При этом точка была не нулевая, хотя бы одно из чисел x, y, z и t не 0, и при этом меньше, чем 2n. Но если число больше нуля и меньше, чем 2n, и оно делится на n, то оно равно n. Вот так применяется теория Мельковского на выпуклом деле. Начнем с леммы. Пусть n простое число, n больше 2. Тогда уже у нас было такое рассуждение. Рассматриваем множество чисел вида минус r квадрат по модулю n, где r от нуля до n минус 1 пополам, и говорим, что они все разные. Потому что если вдруг минус x квадрат сравнимо с минус y квадрат, то тогда x квадрат минус y квадрат должно делиться на простое число, то есть x минус y умножить на x плюс y должно делиться. А это невозможно, если эти x и y от нуля до n минус 1 пополам. Вот эти два множества должны обязательно пересечься, потому что n плюс 1 пополам это больше, чем половина, и им просто места не хватает. Значит, для простого числа мы все доказали. Для степени простого числа. Ну, это просто лемма о подъеме. Есть такой стандартный способ. Если мы уже знаем какие-то числа r и s, для которых 1 плюс r квадрат плюс s квадрат делится на p в степени m, то, разумеется, не может быть, чтобы оба числа r и s делились на p. Значит, пусть, например, s не делится. Тогда вместо s подставляем s плюс x умножить на p в степени m. 1 плюс r квадрат плюс s квадрат делится на p в степени m. Выносим p в степени m за скобку. В скобке остается какое-то целое число плюс 2sx. Мы можем подобрать x так, чтобы скобка делилась на p. Тогда сумма будет делиться на p в степени m умножить на p. Так доказываем для любой степени простого числа, большего 2. А в общем случае для любого нечетного числа n китайская теорема об остатках. Раскладываем n по степеням простых чисел. Для каждой находим такие r и s и применяем китайскую теорему об остатках. Все. С леммой мы разобрались. Теперь осталось рассказать, почему объем четырехмерного шара это π квадрат пополам умножить на r в четвертый. Давайте вычислять объем четырехмерного шара. Для этого разрезаем его перпендикулярно оси абсцесс. Разумеется, достаточно найти π шар радиусом 1, более того, его правой половинке. То есть считаем 2 интеграла от 0 до 1. В каждом сечении получается трехмерный шар. Его объем это 4 третьих π умножить на π радиуса. А его радиус это 1 минус x квадрат корень квадрата из этого. Поэтому получается вот такая формула. Получается вот такая формула. Когда вы здесь напишите корень в квадрате умножить на корень, то корень в квадрате это 1 минус x квадрата. То есть это 1 минус x квадрат. Здесь вот этот интеграл, понятно, чем ураль. Это четверть площади круга. Потому что если вы нарисуете график y равно корень из 1 минус x квадрат, то это как раз окружность. Ну, над дуга, над отрезом от глядой единицы. Значит, это четвертая часть круга радиусом 1, то есть 1 минус 3 на 4. С этим хуже. Давайте эту величину обозначим луквы А и считаем интеграл. Делаем для этого замену. Вместо x пишем sinf. sin2 умножить на cos2 умножить на dsin. Ну, то есть на cos и df. Получается такое выражение sinf, cosf, все это в квадрате df. Здесь разумно сделать замену ψ равно 2ф и воспользоваться тем, что sin умножить на cos это половина от синуса двойного угла. Ну, дальше что очевидно? Мы свели дело к интегралу от нуля до π квадрата синуса. Поскольку графики sin и cos получаются друг из друга на сдвигом, а это ведь фактически период полный, функция sin2 переодничена с периодом π, то вместо того, чтобы считать интегралы от квадрата синуса, можно присчитать от квадрата синуса плюс квадрата хозинуса пополам. Получаем ответ π16. Если мы подставим вот эту формулу вместо А и 16, присчитаем, получаем как раз π квадрата пополам. Вообще, на всякий случай полезно запомнить формулу для объема тенмертного шара. Нужно взять, разумеется, n-ную степень радиуса, а дальше смотрите, какая забавная вещь. π в степени 1 пополам разделить на факториал числа 1 пополам. Правда, так вот совсем красиво это только для четных чисел n. Например, если n равняется 2, то мы получаем πr квадрат. Это замечательная формула для площади круга. Если n равняется 4, то получаем то, что мы посчитаем, π квадрата пополам. Для нечетных чуть-чуть хуже. Но, смотрите, это так называемая гамма-функция Эйвера. Эйвер понял, что факториалы можно считать не только от нуля. Выяснилось, что есть замечательный способ для всех чисел, кроме отрицательных целых чисел. Ввести функцию, и она называется гамма-функция Эйвера. Правда, в большинстве книг вы найдете такое обозначение. Гамма от х плюс 1 – это и есть х-фатериал. Интересующий нас объем любого шара при n нечетном можно получить, воспользовавшись тем, что 1 вторая фатериала – это корень из π пополам. Вообще, почему так получилось, что вместо привычного, естественного обозначения фатериал пишут гамма, объясняется только историей вопросов. Потому что сначала не понимали вот эту замечательную идею комплексного анализа о том, что у функции есть аналитическое продолжение, и что уж если его нашли, то это, собственно, и есть сама функция. Соответственно, казалось, что нашли что-то новое по отношению к фатериалу, а не просто придумали аналитическую функцию, которая в натуральных числах совпадает с фатериалом. Ну вот, ну это, в общем, в курсе мат-анализа все подробно объясняется. Все эти формы, естественно, об интегралах несложно доказать, если знать стандартные факты об интегрировании. А мы все, мы доказали теорему Лакранжа о сумме 4 квадратов при помощи теоремы Менковского-Клантилета.